Может ли сом поймать и съесть человека? Из цикла «Извечные вопросы» Сом – это пресноводная рыба, обитающая в реках и озерах Евразии. В популярной культуре сомы часто ассоциируют с крупными хищниками, способными напасть на человека. Давайте разберемся, насколько основаны эти страхи на реальности. Сомы, как и многие другие рыбы, имеют зубы и могут быть хищниками. Однако их анатомическая структура не предполагает возможности нападения на существ, значительно больше их самих. Сомы не обладают острыми клыками или крючковатыми зубами, которые позволили бы им атаковать больших животных. Сомы – хищники, но их диета состоит в основном из мелких рыб. Водных, беспозвоночных и растительности. Они используют тактику поджидания, прячась в укрытиях и ожидая, пока потенциальная добыча подплывет достаточно близко. Нападение на человека не входит в их типичное поведение. Максимальный размер некоторых видов сомов может достигать внушительных значений. Однако это не делает их опасными две человека. Взрослые сомы избегают контакта с большими объектами, так как они довольно пассивны и скрытны. Вероятность случайного столкновения с омом остается крайне низкой. Легенды и реальные случаи Существует ряд легенд и анекдотических рассказов о сумах, которые якобы нападали на людей. Однако научно подтвержденных случаев атак самами на человека практически нет. Большинство историй оказываются либо выдумками, либо результатом недостаточного понимания биологии. Сомы – это интересные создания. На страхе относительно их агрессивности по отношению к человеку не имеют научного обоснования. Их анатомическая структура, типичное поведение и пищевые предпочтения делают нападение на человека маловероятным событием. Важно различать факты от вымышленных историй и сохранять здравый смысл в оценке рисков. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Josh Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.